Приветище! Это таверный симулятор и наш грязный пупок. Я немножечко изменил вывеску, теперь у нас висит на ней кружка. Пустая, правда, но тем не менее, кружка недолитого эля, можно так это назвать. В общем, если мы открываем таверну, то прям будет кошерно так висеть, болтаться. Хотя что-то как-то болтается она вместе с вывеской. Я думал, что кружка будет отдельно болтаться. Самое прикольное, что там кран, на котором все это дело висит. И выглядит это все очень круто. Мне, короче, нравится эта вывеска. Оставлю пока что ее. А сегодня мы займемся с тобой расстановкой мебели. Потому что в прошлой серии я все-все-все здесь убрал. Мы также тут измывались над посетителями, которые хотели сесть на стойку. Даже кактус вот поставили. Будем наблюдать за этим зрелищем еще и сегодня. Кстати, вот подсвечник у нас дама выиграла, но она его почему-то не забрала. Странно, почему это? Также в комментариях мне написали, используй тележку, чтобы забаррикадировать проход. Мы это и сделаем. Прямо так вот кидаем. Я на нее запрыгнуть не могу. Подожди, а здесь я могу на нее запрыгнуть? Ага. Она прозрачная. Стоять. Если мы вот так вот сделаем. На них работает. На меня не работает. Короче, значит, мы делаем вот что. Как бы нам ее тут правильно поставить? Нет. Нет, не так. Давай, короче, вот так вот мы ее поставим. В этот угол они любят ходить. Короче, протестируем. Ну, а пока идем в нашу мебелировочку и начинаем, наверное, расставлять в начале мебель. Ну, то есть столы со стульями. Одинокие места для двоих. Как это можно сказать? Одинокие места для двоих. В общем, в общем, в общем, в общем. Куда мы это все дело поставим? Сюда нельзя, понятно. А, давай мы вначале тогда комнату VIP-персон обустроим. Вот. Вот. Столики для одиноких. Блин, прям к окошку не получается. Столько места пропадает на самом-то деле. Тогда вот где-то здесь лупанем. Вот так вот подходит сюда, садится и нормально. Значит, здесь у нас будет два столика таких стоять. А у нас их вообще три. Даже три, я бы сказал. Ладно, пошире сделаем. Все равно сюда уже ничего не влезет. Хотя, можно, в принципе, изощриться и... Нет, все равно сюда уже ничего не влезет. Жалко. Тогда, если мы вот так поставим, тот пассажир будет смотреть в спину. Это не круто. Давай мы его посадим вот так вот. Вот. По-моему, очень уютно даже получилось. Все равно тут феи будут летать, а не я. Теперь столик для двоих. Мы его... Мы его, мы его можем... Можем, можем... Подожди, можно же вот так вот его, да, туда вот... О, он сюда влазит. Он сюда влазит. Ну, тогда вот. У нас тут будет трио прямо-таки. А, ну тут неудобно будет подходить. Эх, жалко. Кстати, а почему бы и не поставить столик прямо на входе для четверых сразу? Слушай. Отличная идея. Прям на входе. Шлеп. И все. И места много. И вообще, если мне дают такую возможность, почему бы не поставить и приватность? Конечно, пострадает немного, но зато сразу же на скамью и пировать. Ну, короче, значит, заходишь ты такой в вип... Нет, не отсюда, мы зашли с тобой. Представим, что я элита. Иду по этой тропинке, думаю, дай-ка зайду, винца попью. Вхожу, и тут меня сразу столик встречает. Я такой, хопа, присел. Мне вина. Или, если хочешь приватности и не сидеть на входе, просто проходишь в этот уютный уголок. Forever alone. Либо сюда. Ну, в общем, как бы, вот, все расставил, все красиво. Можно сюда еще что-нибудь поставить. Каких-нибудь украшателей. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Бочки с элями. Конечно же, вот. Самая главная изюминка нашей вип-комнаты. Где у нас будет... Да, прям вот посередине. Заманивать будет. Прямо вот здесь вот он будет стоять. И орать. Золотая чаша, золотая. Для... Вот этого столика нет. Вот для этого столика здесь она будет стоять. Украшать. Черт. Не влезаю. Не влезаю. Надо... Вот здесь вот она будет стоять. Прямо красивенько, хорошо вписывается. Дальше надо поставить часы. Элита любит... Хотя нет, элита не любит следить за временем. Но, тем не менее, поставим здесь. Вот. Нормалды. Бочку с элем мы поставим вот сюда. Хоть они эли не пьют, они в основном венцо распивают. Дальше нужны картины нам. Потому что это элита картины и все вот в этом роде. У нас тут есть парочку картин. Можно повесить? Вот. Вот, вот, смотри. Вот здесь вот. Правда, за ширмой ее не видно будет, но она есть. Вот сюда картину повесим. Еще бы, конечно, неплохо зеркало куда-нибудь шлепнуть, чтобы они смотрели на свои пьяные рыло, когда нажрутся. Хотя... Вот, кстати, зеркало можно... Ну, нет. Сюда зеркало не очень. Сюда нужно что-нибудь другое. Например, во. Во. Но картина вот эта мешает. А ее убрать я не могу. Жалко. А лук? Лук сюда вписывается. Вот тогда лук здесь будет висеть. Шкуру. Шкуру еще можно куда-нибудь шлепнуть. Кстати, смотри. Вот сюда вот наверх можно что-то повесить. Так, так, так. Ну, наверное, рога. Вот. Хорошо. Насчет зеркала. Если мы его не повесили, мы его просто поставим. Поставим, скорее всего, вот сюда вместо вот этой бочки. Убираем. Поскольку Эль все равно они не употребляют. В основном вино. Воу, воу, воу. Воу, можно и пришлепнуть так кого-нибудь. Стопэ. Я просто поближе сюда хочу поставить. Вот. Давай. Позу займи нормальное. Ну вот. То есть ты сюда заходишь. Смотришь на себя в зеркало. Что вроде как адекватный. А когда нажрался, можешь по этому зеркалу и долбануть. Мне кажется, что вип-зал мы максимально обустроили. Просто вот до нельзя. Поэтому переходим в обычный зал. А я тебе говорил, что я скупил вообще всю. Мебель, которую только можно было купить. Видишь, все распродано в магазине. Нету никакой. Ни деревянный, ни железный, ни дорогой. Я не понимаю, потому что у меня, потому что у меня осталось еще место вот тут. Как бы. Тут еще заставь, так заставь. Нормальненько. Как бы вот что у меня получилось здесь. Конечно, не совсем уютно, но тут абраганы сидят, хоть и за железными столами, но тем не менее. Могут почекаться друг с другом, по соседству, да. Вот тут так вообще это какая-то школьная парта, как в школах, как в советских столовых. Все вместе, чуть ли не за одним столом. Единственное, что вот сюда будет неудобно пролазить. Ну, можно, в принципе, по столам пройтись и сесть. Очень хорошо. У камина будет у кого-то подгорать жапец. Или левая рука, если вот так усидеть, то слева будет сильно сжечь. Ну, ничего, зато будут горячие блюда всегда. И эль будет тепленький. В принципе, с расстановкой тут все понятно. Место очень экономил, чтобы еще оставалось для мебели. И сейчас остается только с украшениями разобраться. Украшений здесь просто дофига. Начнем с настенных. Щит с мечами. Куда мы его шлепнем? Шлепнем, шлепнем, шлепнем. Вот здесь можно... Нет, здесь у нас супы и прочая всякая штука, поэтому сюда было бы неплохо вот эту вот штуку повесить. Дальше с вином. С вином это надо было бы, конечно, вот сюда. О, кстати, она сюда впишется, нет? Вот это вот мы заберем. Вот это вот мы заберем. А с вином... Да, чуть-чуть картину прикрыли, но, тем не менее, это сюда отлично вписывается. Слушай, ну, в принципе, я думаю, что можно пойти поспать сейчас и открыть уже нашу забегаловку. Ну, да, спим до утра. Чтобы шли какие-то деньги. И параллельно расставлять украшения. Все, летс гоу. Фейки наши уже на изготовке ждут. Наша новая вывеска. Посмотрим, как она будет работать. Добро пожаловать. Он же первый посетитель. И заценим, как наша повозка справится с ними, с этими алкашами. Мы как бы рассчитываем на вип-зону больше, потому что по задаче мне нужно разлить 30 бокалов вина. Ну, уже чуть меньше. Шесть разлиты. На складе у меня все забито. Все битком. Из денег у меня только одна золотая и больше ничего. Смотрим, смотрим, смотрим. Нифига себе, ты мощный чел. Вместе с телегой зашел. За свечку сел. Неплохой выбор. Кто-нибудь обслужит нашего посетителя? Да, уже полетели. Давайте, работайте, феи. А я пока восстановлю нашу баррикаду. Поставлю ее в этот раз вот таким вот образом. Вот. Мне бы еще АК. И можно отстреливаться от зомбарей. Там идет команда целая. Команда вонючек. Надо их отбить. Нет, нет, нет. Вы не пройдете. Проваливайте отсюда. Проваливайте, говорю. Не заходите. Нельзя сюда заходить. Вы сейчас все попортите мне. Они сдвинули. Черт, рыба вонючая. Уходите. Нафиг вы мне здесь сдались. Проваливайте. Зараза. Уселись. Нет, я прошу вас уйти. Уходите. Придется теперь за ними. Мне и так тут сложно убирать за вами-то. Места мало, тесно. А, натоптали-то, а. Вот говноеды. Короче, телега не справилась с напором говноедов. Поэтому, в принципе, телегу можно вот сюда скинуть и забыть про нее. В качестве баррикады. А мне остается убрать здесь колбасу, яблоко, рыбу. Продолжаем. Продолжаем навешивать украшательства. Значит, лук. Лук полбустук. Отлично вписывается сюда. Картины. Вот, вот это вот. Щит с мечами. Щит с мечами, наверное, сюда. Хотя, хотя, можно было бы его куда-нибудь и вот на ту сторону. На ту сторону вообще его некуда повесить. Жалко. Значит, здесь будет. Нифига себе народу поперло. Ты посмотри, сколько людей. Фея только успевает. Еду таскать. А знаешь, что еще мне эти столы напоминают? Если бы здесь свечи летали, то это был бы Хогвартс, елки-палки. Дамблдора только где-нибудь в аренду еще взять. Хмельной венок. Здесь не повесить. Что-то мало мест, куда можно шлепнуть все это барахло. Прям печаль. А, можно в моей комнате, но зачем? Ладно, раз такие дела, будем украшать мою комнату. Картину. Куда я повешу картину? Наверное, сюда. Дальше. Вот такую штуку сюда. Потом колесо. Ну, в смысле, рулевое. Зеркало обязательно. Вот я с утра встаю вот сюда. Вместе с моим племяшем Саски. Потом шкуру на стену. Здесь не повес... О, вот здесь она повесится. Отлично. Еще одно зеркало здесь. Все, в принципе, вроде развесил. Хмельной венок, чтобы пахло над кроватью. У меня вкусно засыпать, будет приятнее. Наполз, значит. Подзорную трубу. Куда бы ее впыхнуть? Подзорную трубу. Здесь никак. Опа! Я совсем забыл. Что там вообще происходит? Мужик, тебя барышня не пускает винца попить. О, наконец-то он высвободился. Добрый вечер. Точнее, добрый день. Сейчас 13 часов дня. Вас сейчас обслужат. Наслаждайтесь компанией Гоблина. Хотя я думаю, что феи там очень сильно заняты. Ладно, так уж и быть, я вас обслужу. Сам директор таверны вас обслужит. Кстати, по зеркалу уже кто-то долбанул, или мне кажется. Надо поправить. Держите. Возвращаемся к подзорной трубе. Куда же ее поставить? Наверное, вот здесь. Вот раз тут места много. В окно. Следить за прохожими. Дальше. Книжный шкафчик. Вообще, сделаем здесь, наверное, библиотеку. Вот тут у нас будут книжные шкафчики стоять. Их тут полно. И один шкафчик обычный. А что он сюда не впихивается? Черт. Жалко, что он сюда не влазит. Тогда поставим здесь. А тут, тут у нас будет стоять тумбочка. Вот, отлично. А на тумбочке у нас будут стоять цветочки все различные. Как у нас вообще тут дела-то обстоят? Я совсем забыл, что кактус у нас скинули. Кто-то сел на кактус, но мне не понравилось. А тут у нас что было? Что у нас тут было? Что-то там... На чем-то она сидит, но я не помню на чем. На этом никто не сидел. Тут что-то у нас было. Тут уже кто-то ушатался. Так, а ты на чем сидел? А, он на каске сидит? Ты прямо на каске, вон у тебя торчит каска. Тебе нормально, да? Кстати, насчет алкашей. Пойдем-ка со мной. Есть одна мысля. Притащить тебя к костру. Пойдем. Там дух сидит у костра. Может быть, ему тела не хватает. Если я принесу ему тело, то все будет четко. Эй, дерево! Хочешь сожрать девственницу? Вот тебе подношу. Хотя я не уверен, что она девственница. Короче, где этот костер? Где-то тут же он сидел. Это дух. Вот он. Вот он этот дух. Ну что скажешь насчет тела? Держи. Вот тебе тело. На. Не нравится, что ли? Давай, вселяйся в нее. О! Ого! Нифига себе. Вот это ее раскоряжило. Ну, давай еще на костер ее положу. Ну, как бы... Она вообще вниз-ознанки, да, конкретно? Отключка. Ну, что хочу сказать. Очень уютный уголок у нас здесь получился. Прямо мне нравится. Я здесь, смотри, что. Поставил книжный стеллаж, и он... Эх, блин. Он, короче, загоражит вот эту штуку. Все-таки давай книжные стеллажи будем вот сюда вот как-то впихивать все. А вот это вот мы все перенесем. Перенесем туда. Во! По-моему, норм. И подсвечник тут вообще к месту будет. Ну вот, теперь все как надо. Вот тут наверху, кстати, можно расставить что-нибудь. Конечно же, еще глобус сюда воткнем. О, расставь 60 предметов. Новый стандарт в декорациях. Конечно же, я бы сюда еще и шлем Альянса поставил. Ах, черт, он падает отсюда. Во! Все, вписалось как надо. Дальше есть идея следующая. У нас имеются бочки, которые мы выставляем у входа. Вот таким вот образом. И сверху на эти бочки что-нибудь поставим. Так, эту бочку надо как-нибудь так, чтобы ее не снесли. Видишь, тут по краю кто-то ходит и следы оставляет. Значит, на бочках на одной у меня будет светильник стоять. Вот. А на другой бочке у нас будет стоять бокал. Главное, чтобы его никто не спер. По-моему, норм. Да, нормально. А вот эти бочки будут стоять здесь. Одна здесь. Другая здесь. И на ней мы тоже поставим, ну, как минимум, кактусы. Кактусы, за ними ухаживать проще, поэтому они будут на улице у нас. Надеюсь, их никто не снесет здесь. И что у нас осталось? Осталось совсем по чуть-чуть крендель какой-нибудь. Куда-нибудь его. Куда мы гренели? Крендель, крендель, крендель. О, кстати. Нет, здесь он засохнет. Мы сюда, мы сюда ножик шлепнем. Пускай он здесь будет. На всякий случай. Так, ну вот, смотри. Кто-то сюда зашел, уже снес. Вот зараза. Да вот зараза. Давай здесь тогда поставим. Вот. И бокал. Бокал, кстати, можно вот сюда. Вот так вот. А сюда мы вот что, цветочек. И крендель, крендель. Хотя, может быть, сюда крендель. Да, точно. Цветочек у нас будет где-нибудь здесь стоять. А крендель мы вот сюда. Вот. Отлично. А цветочек? А цветочек? Вот здесь. Ну вот и все. Все интерьер вещи мы расставили. Красота. Здесь все по нулям. Достижения мы получили. Теперь остается только улучшать нашу таверну. И идти к девятому уровню. Смотри, смотри, смотри. Тут у нас бодаются. Один хочет зайти за столик сесть, а другие хотят выйти. Кто же кого перетолкает? Вот это да. Кажется, у нас тут западня. Уже прошло примерно где-то три часа игрового времени, а мужики до сих пор тут стоят и бодаются. Самое прикольное, что вот этот чувак, который посередине, он между молотом и наковальней. Его прессуют прямо конкретно. Да ладно, неужели они разошлись? Короче, вот этот тип. Хотя... А, так это друзья. Они все сели за один столик. Обалдеть. Чего же они там разойтись тогда не могли? А осталось всего один бокал вина подать. И задача должна обновиться. Вон еще две девчонки идут. Барышни, надеюсь, что вы за вином, а не за сыром. Я сейчас сразу же... Оп-оп. Все подготовлю. Все подготовлю. Блин, да вы что, сыр издеваетесь? А как же глотки намочить? Кстати, странно, что несколько дней уже прошло, а никаких событий я и не наблюдаю. И даже новых персон не видно. Даже бабка-попрошайка не заходит. Или чувак, которому нужно попить. Прямо какая-то печальная история. Есть! Последний бокал. Несу, 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 несу. Пожалуйста. Следующая задача. Подайте колбасу, подайте сыр. По 30 всего. Блин. Как мне нравится здесь по столам ходить. Держите. Так, кстати, даже намного удобнее. Раздавать блюда. О-о-о! Вспомнили! Уже идет. А если я на перехват буду действовать? Хочешь что-нибудь? Не, она со мной не хочет болтать. Бабка, подожди. Посмотрим, насколько ты крута. Вот тебе тележка. Преграда. Так, мужики сейчас ей помогут. Блин. А он ее пнул. Он потолкнул бабку. Эй, тележка аккуратна. Она единственная у меня вообще. Стоять. Все ради бабки. Давай, бабка. Перепрыгивай. Перелазай. Ох, блин. Ну, нормально, бабка. Можешь на. Я бы с ней один на один не хотел выйти. Ну, рассказывай. Что, опять бабла тебе дать надо, да? Ладно. Я, в принципе, не обнищаю. 15 монет. Держи. Еще одного подопытного тащу к рыцарю. Тогда была барышня. А рыцарь это все-таки мужчина. Может, ему все-таки тело мужика надо? Ого, как он в ночи там светится. Пылает прямо. Дружище, ну, может быть, вот это тебе подойдет? Это вот такого вот мужика хочешь? Ну, в смысле, в тело вселиться хочешь? Блин, опять поза странная. Ну, слушай, я, честно, даже не знаю, что. Вот на меч его можно еще положить. Вот как-нибудь, как-нибудь вот так вот аккуратненько не пронзился. В общем, без понятия, что он тут сидит. Видимо, просто как дань уважения Dark Souls. Это какое-то аномальное место. Тетка сама не своя. Да что тут, елки-палки? Кстати, вон мешочек валяется с золотыми. Надо тут походить между рядами. Может, еще найду чего интересного. О, нифига себе, новая барышня к ним зашла. Наконец, очень похоже на барышню из Ведьмака. Дай-ка я с ней поболтаю. Возрадуйся. Тебе выпала честь принять придворную чародейку. Я ценю чистоту, качество еды и скорость. Не опозорься. Тащи самое лучшее и быстро. Да, миляди. Конечно. Ну да, наверное, это все-таки Йеннифер. Или как ее там в Ведьмаке называли. А что у тебя с бровью правой? Правой. Видать, плохо ты себе красоту наколдовала. Я ценю чистоту, качество еды и скорость. Я в ужасе от этой тошниловки. Прошу прошения, миляди. Это больше не повторится. Феи просто не могут так быстро. Капец она мощная. С книжкой еще. Вон у нее книжка там. А тут у нее еще на ляжке висит. Не могу понять. Впереди тоже какая-то штука висит. Прикольная, прикольная персонажа. О, кстати, и бровина выровнялась. Смотри. Эля выпила моего волшебного. И сразу красота. Последний кусок сыра. Я надеюсь, что следующее задание будет у нас апгрейд. Апгрейд таверна. Пожалуйста, пожалуйста. Подайте суп. Подайте мясо. О, господи. Я целый час тут уже в этой игре. И у меня никакого прогресса. Мужик, поскольку ты накидался, я кладу тебя сюда. Пускай тебя переедет повозка с лошадью. Вот так вот. Оу. Оу. На пятую точку прям колесо наехало. Интересно, бабка заглянет, если я закрою таверну? Ну, по идее, она должна просто мимо пройти. Не, гляди. Эээ, таверна закрыта, ты чё прёшься-то? Так, я уже от скуки тут с ума схожу, поэтому побью пару прохожих. Вот так. Минус три и хам... А, ты всё-таки решила уйти, да? Ребятки, 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 я долго вас очень ждал. Как рад я вам принести две тарелки супа. А фейки мои сейчас принесут ещё два куска шикарнейшего мяса. Спасибо вам, фей. Леди, джентльмены, наслаждайтесь. А я пошёл прокачивать свою таверну. Что ж, приступим. Денег у меня вообще дофига. 7 тысяч 647 монет. Это огромная куча бабла. Я, наверное, самый богатый на районе, богаче короля. Но это не точно. Вот он апгрейд. Значит, что мы получаем? Расширение таверны. Это логично. Вот это вип-зал, по-моему, у нас увеличится. Новые клиенты. За всю игру мы только одного клиента. Йеннифера нового увидели. Больше никаких. Новая мебель, новая декорация, уникальные гости и новые события. Вот уникальных гостей хотелось бы побольше. За 1700 покупаем, значит. Новое задание сразу прилетело. Да, у нас расширилась зона вип-зала. Она стала намного больше. Подайте. Нифига себе задач-то сколько. Кстати, у меня, по-моему, и кровать. У, диван появился. Обалдеть. Ширмочка такая. Ха-ха. Класс. Моя комната явно стала больше. Однозначно больше. Дай-ка я выйду вот сюда. О, нифига себе. И здесь просторнее стало, мне кажется. Нет, это мне всего лишь кажется. Я в эфории какой-то нахожусь, поэтому... Так, вип-зал, значит, у нас увеличился в ту зону. В ту сторону. А, на кухню теперь и здесь можно проходить. Это все, конечно, прикольно, но у меня удручает задачи. Подать 50 элли, 50 вина, 30 колбасы, 30 сыра, 30 супов, 30 мяса. Это же... Блин, это жопа. Прямо-таки красная жопа бабуина. Ладно, не буду огорчаться. Я лучше пойду и улучшу, значит. Винная бочка. Улучшение рабочего места. Больше посуды. Это хорошо. Покупаем склад. Расширение склада понадобится. Полки для сыра, конечно же, понадобится. И как бы на этом все. Дальше у нас таверна 10 уровня. У нас расширяется опять таверна. Только я не совсем понимаю, в какой области. И в улучшениях у нас еще плюс 2 феи-помощницы. Можно призвать будет. Ну и дальше в 11 таверне второй ярус. Расширение таверны. И новые клиенты. Как бы скучно уже. Очень скучно играть. Невозможно скучно. Нет никаких новых клиентов. Вообще не видать. Они очень редко заходят. События новые тоже никакие не происходят. И это прям удручает. Нужно ждать обновления игры. Кстати, насчет декораций. Пойду гляну, что там еще по декорациям. Что-то же можно докупить. Украшения. Вот 9 уровня. О, это на улицу. Это все на улицу. Еще набор номер 8. Картины и вот такие напольные цветы. Набор номер 7. Это у нас уже было. Ну и получается, что у нас еще мебель новая появилась. Деревянная, вот железная и дорогая мебель. На 2 персон, на 4, на 1. В принципе, можно заказать. Почему бы и нет. Все прямо закажем. Также еще и по украшениям. Вот эти вот картины. Вот это вот. А, места нет. Уже все. Уже места нет. Эх. Опайки. Опять Йеннифер к нам зашла. Здравствуйте. Надо подмести. Она же любит чистоту. А я только говорил, что к нам не заглядывает никто. Очень редко. Очень-очень редко. В принципе, относительно чисто у нас сейчас. Она хочет суп и мясо. Нет проблем. Надо самый лучший суп. Вот тут возьмем. Свеженький. И мясо тоже самое лучшее. Ну, нет, это не самое лучшее. Где самое лучшее? Вот. Вот самое лучшее мясо. И все. Держите, держите. Вот. Два блюда за раз она хочет. Поболтаем. Возрадуйся. Тебе выпала честь принять придворную чародейку. Я ценю. Да-да-да-да-да-да, миляди. Мы это уже читали. Кушайте. Кушайте. Ну что, вы отоведали? Как вам? Я ценю. Как обычно, она обосрала мою таверну, что она очень грязная и дизлайк влепила. Вот засранка. Хотя у меня по чистоте все ок. Ладно-ладно. Я запомнил тебя. В общем, на сегодня это все. Да и, в принципе, по этой игре все. Пока не выйдут новые дополнения. У нас, кстати, даже в инвентаре видно, что залоченные три пункта. Их должны доработать. Что здесь добавится, еще не ясно. Но над игрой еще можно работать и работать. Поэтому ждем обновлений. И как только они появятся, мы сюда вернемся. А пока что это все. Финал. Финал для этой версии игры. Так что спасибо, что смотрел. Не забывай поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал, чтобы увидеться и встретиться в новом ролике. Так что до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.